здравствуйте дорогие мои подписчики с вами константин и у нас в эфире обсуждалка тема сегодняшней обсуждалки это какие игры ждут нас после моего отпуска ну по моему внешнему виду думаю можно уже примерно догадаться начнем кстати с него по первых я попытался одеться в урахару это мой один из самых любимых персонажей в бличем вот на скорую руку кроме шапки я нашел еще дома веер и нашел еще такую раздвижную трость правда мне она здесь никак не пригодится но тем не менее итак давайте только обо всем по порядку пойдем во первых да у меня отпуск я уже ранее вам говорил что у меня наметился такой внезапный отпуск и я впервые со своей семьей наверное за последние два-три года по моему да время почти три года прошло с тех пор мы как мы ездили вообще куда-то отдыхали вот и сейчас я опять же тоже еду отдыхать как бы отдых тоже очень нужен тем более такой шанс я тоже не могу упускать куда пока я еду куда еду я пока вам не скажу вот позже потом в контакте буду потихонечку выкладывать фоточки и может быть сделаю отдельную видео по этому поводу меня не будет ровно неделю воскресенье это у нас получается 10 числа я уезжаю и приезжаю в следующее воскресенье насколько я понимаю с интернетом там будут проблемы то есть он там будет но там будет довольно слабый вот так что как я уже говорил вполне возможно что серии мне не получится выкладывать я сейчас если вы могли заметить старался выложить побольше серии перед отъездом вот что у вас было что посмотреть пообсуждать вот и сейчас я вас просто подготавливаю к тому что будет и так у меня соответственно будет потом блич на канале вы меня очень много терроризировали по этому поводу много было возгласов где блич дай нам блич то есть это не кричали не знаю каждый день мне кто-то об этом кричал и так у меня по бличу накопилось четыре игры четыре игры вот они все старенькие но довольно-таки интересные к сожалению по моему они нифига не переведены даже на английский язык все на японском все на эмуляторах там по моему с ним nintendo v еще чего-то вот я их так вкратце пробежался по ним запустил вроде работают хотя там придется еще очень долго настраивать управление потому что я как запустил игру попробовал там что либо сделать вот так по клавиатуре располз и понял что придется настраивать геймпад мучиться вот не в этом дело то есть это все настроят и все покажем большинстве своем это игры файтинги поэтому показать какое-либо прохождение там смысла особого не будет то есть но пару-тройку серии на каждую игру я уделю это прям скорее всего сто процентов так что блич у нас на канале скоро будет что еще кстати по поводу нашего канала и так у нас на канале идет вампись burning blood он никуда не девается у нас там остается в основном остается одно pvp и немного режим розыска вот это в принципе самое интересное что осталось на канале больше ничего там показывать я думаю что не стоит и так вам показал уже почти все персонажей показывал почти всех ну ну может быть пара тройку еще не показал это потом еще на верстаем упущенное у нас на канале подходит концу наконец-то dark souls 3 я уже отснял немножко серийный период там уже реально все конец идет его я закончу как только приеду с отпуска сразу его там до выкладываю у нас с вами временно завершился с world earth онлайн lost song там осталась его одна финальная локация которую я пройду через какое-то время потому что сейчас я так довольно достаточное количество времени уделил игрушка здоровская но надо отдать должное другим играм которые терпеливо ждали в очереди очень долго вот так же у нас подошел концу в принципе пока что fairy tale поскольку как я уже сказал игра меня честно признаться разочаровала потому что игра мало того что она не переведена и перестали озвучивать какие-либо диалоги я полностью потерял нить вообще происходящего что там в игре о чем говорится вот так и локации пошли все повторяться монстряки все пошли повторяться вот и бегать по одним и тем же локациям долбить одних же тех же монстров как бы не очень весело так что пока что это тоже у нас уходит все в сторонку и тем не менее я начал смотреть анимешки я начал смотреть спасибо кстати вам большое начал смотреть dragon ball я начал смотреть джо джо бизарр и двенчик обалденная анимешка я на самом деле удивлен почему я раньше не и никак не мог напасть но тем не менее рад что сейчас и с ней связался так что у нас с вами скорее всего сразу после блича начнется у нас какой-нибудь dragon ball какая игра по драгонболу честно сказать не могу потому что одни говорят там какой-то давай давай какой-то там dragon ball z другие говорят там давай начни со стареньких игрушек по драгонболу к их тоже очень много кто-то кричит давайте dragon ball xenovers тут же вылезла такая толпа искать и сказали нет не вздумай никакой dragon ball xenovers нет не нужно это ерунда я немножко запутался но с какой-нибудь игре точно начну вот по джо джо как вы видели у меня игра подаренная компания бандай нам к которой отдаю должное еще раз благодарю за поддержку у нас будет джо джо бизарр адвенча игра вот прохождение данной игры тоже на канале будет одновременно с бличом скорее всего у нас также я планирую посмотреть персонажей из игры сенран кагура которая я делал уже небольшой обзор чуть ранее на канале игрушка реально очень прикольно то есть и персонажи все такие очень разномастные и их еще даже можно немножко всех по прокачать и будут определенные приемы определенные способности и выглядит это в принципе все довольно сносно и красиво игры на самом деле еще очень много мне покидали еще игр по наруто это старенькие игры две игры по наруто я не помню сейчас их название честное так тоже пробежался тоже будем все это дело смотреть не за горами у нас кстати атака титанов которые меня каждый день кто-то спрашивает а где так и титану я не ленюсь и каждому отвечаю она еще не вышла у нас она вышла пока только в японии вот как только она выйдет у нас атака титана само собой на канале будем ее проходить за это прям не переживайте я призываю всех немножко потерпеть я очень хотел бы чтобы эта неделя не было для вас скучно я хотел правда что-то выкладывать пока буду в отпуске но судя по всему у меня скорее всего это не получится но как только я выйду с отпуска сразу запилю какой-нибудь клевый стрим возможно даже не один вот стрим будет по ванпису стрим может быть будет там сразу там по наруто либо еще чего-нибудь то есть стрим будет по-любому то есть в первые же дни после отпуска я выйду и сразу вечером какой-нибудь стрим сделаю и потом соответственно выложу его на youtube канал то есть это обязательно те кто на него не попадет вы не переживайте вот вы потом его просто обязательно тоже посмотрите в принципе в принципе мне больше особо сказать нечего у нас на канале уже снова второй раз набирается 12 тысяч подписчиков почему второй раз потому что на youtube канале недавно была чистка аккаунтов то есть принудительно отписывали от каналов народ который не был активен либо как считал youtube искусственно созданный деле умышленно созданный чтобы подписаться но до потерялась на канале 700 человек ну что поделать мы теперь их снова наверстали это небольшая потеря и тут многие сто тысяч потеряли на канале да есть такие случаи вот но тем не менее как говорится идем дальше спасибо всем кто меня смотрит спасибо всем кто меня поддерживает спасибо кто остался с нами еще раз приветствую всех новых людей которые пришли на наш канал канал реально клёвый я по-своему странный один мой внешний вид из чего стоит в комнате безумно жарко вот этот вверх честно признаться меня уже минут десять просто поддерживает перед тем перед записью я вот сидел думал о чем буду говорить вот и верно самом деле клёвая штука хорошо давайте на этом закончим обсуждал q я поехал отдыхать вот если мне остались еще какие-то невыложенные серии обязательно на канале покажу вот и потом усердно начнем трудиться над новыми игрушками старыми клёвыми анимешками вот сразу после отпуска ну что спасибо всем кто меня смотрит подписывайтесь на мой канал те кто не подписан давайте всем спасибо всем пока